Здарова народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, и мы продолжаем проходить одиночные прикольные миссии в СНС-3 Войны Тиберия. Но с модом Тиберем Эссенс, потому что, к счастью, эти карты сделаны так, что мод их не ломает, и они проходятся нормально. Да, вот эта вот миссия не в счет, секонд, да, мы ее проходили в оригинале, но тем не менее. Что ж, у нас тут есть две миссии прикольные, но вот Mission 1 и 2, которые просто без имени, да, так сказать, что это за компания, непонятно, просто две миссии. Первая называется Хак Технологии, вторая называется Коламбия Горилла Файт, мы их обязательно пройдем, но по порядку. Первая миссия Технологии Хак довольно простая, здесь надо просто удерживать позиции, а вот в Горилла Файт там уже будет немножко сложнее. Ну, сейчас вы сами все увидите. Так, командир, наши силы были разрушены, уничтожены. Нам надо защищать этот командный центр НОД на протяжении 10 минут, пока украденные данные не будут трансферы, ну, переданы, грубо говоря. Ну что, поехали. Миссия не такая уж и сложная, но нас будет нападать прям по КД, так что готовимся, ребята, к ожесточенному сопротивлению. Ракеты что надо нам, думаю, тут пригодятся, ну и, в принципе, наверное, мясорубочки. Ракеты что надо. О, я проходил эту миссию в оригинальном английской озвучке, и там, блин, так прикольно они говорят, а вот когда слышишь ракеты что надо, так сразу, знаете, на душе тепло становится. То есть это как бы прикольно. Так, мясорубочки. Поехали. Наверное, не лучшее место для мясорубок, но ладно. Как поставил, так пусть и будет. Сейчас разберемся. Главное вот этих ракетчиков постасить. Остальное не важно. О, понеслась. Вот это музяка, ребят. Так, давай сюда еще две мясорубки. Где ракеты? Ракетчиков уничтожайте сначала, парни. Сначала ракеты. Так, давай сюда еще. Обелиски тоже лишним не будет. И штук шесть кобр. Ой, как кобры сейчас тут сработают. Прям, мама не горюй. Так, мясорубки, мясорубки. Не знаю, где нам еще нужны мясорубки. Вроде как и без них все хорошо. Но по центру поставим еще парочку давай. Сейчас там тут в основном обелиски пригодятся. Мясорубки то такое. На закусон, так сказать. Вот тут еще интересное место. Потом увидите, что здесь будет происходить. Так сказать, заход с подветренной. Так, понеслась. Давай сюда обелиски. Без них никуда и нигде. А он достает вообще куда-то? Вроде да, должен доставать. Так, еще обелиски. У нас тут вообще на самом деле шесть комбайнов. На какой-то хрен нам их столько дали. Так, лазерная поля. Это все не надо, это все не надо. Надо бы храм, наверное, заделать. Да, давайте тайный храм заделаем. Тайный храм более полезный. Маскировка включена. Давай кобра. На агрессивную тактику, чтобы они стреляли. Потому что когда они стоят на охранной тактике, они не атакуют сами. Они типа в стелсе. Так, опа, перла моча по трубам. Так, давай вот сюда. Нам нужны электростанции. Тут нужны еще обелиски, естественно. Куда уж мы без них. Понеслась. Подкилен машин этой миссии заходит еще лучше. Давай, давай, давай. Так, кобра сюда еще сейчас поставим. Тоже пригодится. Так, энергостанции тоже нужны. Без них никуда и никак. Так, хорошо. Так, надо по КД обелиски строить. Обелиски это топ. Да, наверное, еще сюда мясорубку поставим. Вот сюда где-нибудь. На возвышенность. Вообще классно зайдет. Так, а, и кстати. Теперь его излучатели. Химзавод, наверное, нет. О, да какая-то пачка ломится, парни. Ё-моё, как же их много. Да, ну, все к сложности их намного больше ломится. Это из неприятных моментов. Типа на средней сложности их намного меньше. Намного, прям в разы меньше. Ну, значит, обелиски по КД. Так, они там денежку таскают. Таскайте, таскайте, парни. Деньги очень нужны. Обелиски сами себя не построят, как говорится. О, и кобры пошли работать. Не, с кобрами веселее. Когда кобр нет, ну, тогда все, прям пипец. Еще одна выйдет, будет вообще классно. Так, все кобры в атакующую тактику. Окей. Давай-давай-давай, парни, собираем. Сейчас тут там гости придут. Это небольшой вам спойлер, да, для тех, кто будет проходить эту карту и играть в нее. Не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, ставят ли у меня свои ссылочки на эти карты. Ну, типа, загрузите их на Mediafire какой-нибудь, не знаю. Чтоб вы тоже их могли качнуть. Поиграть. А то эти карты, ну, хрен найдешь просто так в интернете. То есть они как бы есть, они в открытом доступе, но не так, чтобы и быстро их можно найти, давайте так скажем. Так, сюда нужен еще обелиск. И сюда надо два, на самом деле. Тут-то вроде нормально все. Тут вообще без проблем. Так, давай сюда. Ну, в принципе, по трем флангам у нас есть кобры, все отлично. Давай собирай Тиберий, дурачок. Тут его нет, этого Тиберия, давай тут собирать. Блин, конечно, это поле, это все, что у нас есть, больше не будет. Это хреново. О, мы срубки прокачали. Давай-давай-давай, еще надо обелиск один хотя бы. Вот сюда. Отлично. Так, ну, нам дает немножко передохнуть. Опа, одну кобру уничтожили. Да ты что, серьезно? Давай еще одну заделаем. Много кобры не бывает, да и мало тоже. Опа. Здорово, парни. Так. Отходим. А то сейчас будет веселуха. Вот это как раз ките гости, про которых я и говорил. Так, отходим. Отходим. Вы разгружаетесь. Сейчас, я не хочу тратить харвестеры просто так. Не, как бы, окей, их сейчас посносят вполне себе. Но все равно неприятно. Но обелиски должны затащить. Правда, блин, они с вычкой, да еще и с гауссовками. Твою мать, как же больно. Очень неприятно, мягко говоря. Ну вот, минус один обелиск. Все, нормально, продержались. Ну, хорошо. А, еще отсюда? Да ладно. Ну, все-таки сложности, получается, они еще отсюда ломятся, да? Ладно, сделаем еще один обелиск. Какие проблемы? Много обелисков не бывает. Будем делать их больше. Понеслась. Мясорубочку оформим сюда еще одну. У нас теперь миструбки прокачанная. Что не может не радовать. Давай еще одну. Блин, обелиски. Работаем, парни. Быстрее, быстрее, быстрее. Они со звездочками, твою мать. Ага, поехали. Блин, капец. Голиафы эти, они такие плотные. Это просто жесть какая-то. Ну, то есть, в отличие от БТРов обычных, которые в войнах Тиберии, эти голиафы, они просто жесть какие жирные. Прям очень жирные. И вот из-за этого ГСБшники довольно такие плотные ребята. То есть, их очень-очень-очень проблематично убивать. О, это какие у нас тут парни к нам решили заехать? Самоубийцы, что ли? Я люблю самоубийц. Особенно, когда это не у наших ребят. Это когда ребята из-за на врага. Так, давай сюда еще обелиски. Как я сказал, обелисков много не бывает. Там надо их по КД строить. Я тут, брат. Это хорошо, брат. Так, хорошо. Блин, вот если играть в оригинальное, теперь у ВАРС в эту миссию, то у тебя здесь будет небольшая проблема. У тебя не будет КОБР. А без них тут немножко... Ну не то, чтобы тяжело, но неприятно, давайте так скажем. Давай еще мясорубки. Блин, больно-то как. Сейчас один обелиск на могут снести вполне. Давай по центру еще один. Пусть работает. Еще обелиск. Как я сказал, обелисков много не бывает. Так, еще КОБРы снесли. Да вы что, сдурели? Хватит. Может, хватит? КОБРы хорошие ребята, не трогайте их. Пусть работают. Так, сейчас будет большая пачка на нас ломиться. Прям огромная. Уже совсем скоро. Еще чуть-чуть и пойдут. Ну это, опять же, да, небольшие спойлеры от меня, который проходил эту миссию. Ну это так себе. Это подсосы чисто бега, то фигня. Так, задержи, теперь я выработан. Это хреново, это хреново. Максимально хреново. Денежка-то нам нужна. Нам надо еще один обелиск как минимум втулить здесь. По центру. Где-нибудь здесь, например, вот тут. Или вот тут, да, кстати. Тоже можно и здесь поставить. Почему бы и нет? Короче, нужны везде обелиски. Кроме везде. А то у ГСБшника, видите, все очень плотное. Броня крепка, все крепкое. А мы нодовцы такие, ребята. Слабенькие. Броню у нас немного. Но зато нас много. Этой мощью у нас не отнять. А вот и пошла эта орда. Все, понеслась. Парни, держимся до победного. Братья, стоим на смерть. Так, сюда давай, кобры. Все, началась моча, так сказать. Там вон джаггернауты пошли. Мама родная. Какая же жопа. Давай-давай, кобры, работаем. Нам надо джаггеров вынести. И не только джаггеров. Наверное, мамонтов тоже бы, да? Неплохо было бы. О, поехали наши ребята. Тут теперь и добывать на базе врага. Вы это прикольно придумали. Давай, тут этих парней вызовем. Поехали. Так, ну кобры справятся. Вон, видите, такая толпа едет. Они затупили, видимо. Ну, у нас таймер есть. Там надо чисто по таймеру. Да, вы, you have succeeded. Кстати, жалко, что таймер на экране не показывается. Было бы очень удобно, если бы по таймеру было бы понятно, да? Типа, сколько тебе надо продержаться по времени и так далее. Ну, в общем-то, вот такая вот миссия была первая, да? Технологии. Хак технологии. А вторую миссию мы пойдем в следующем видео, так что, если не хотите пропустить это у нас на канале, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте заходить по ссылочкам в описании в наши группы ВК, в наш Дискорд-Сервак и на наш Твич-канал, где мы стримимим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был Мистер Чезер. Всем удачи. Всем пока, ребят. Увидимся в новом видосике на нашем канале.